друзья я вас приветствую мы находимся в городе берлин то насколько я знаю многие из вас любят когда мы показываем канадскую недвижимость это действительно интересно сегодня мы решили вам показать очень такую древнюю старую недвижимость которая многие называют бунгало на самом деле по английскими произносим это бангало но тем не менее то есть когда конструкция здания очень старая видите у нее даже нет гаража это называется на английском языке carport я специально поставил туда-сюда свою машину для того чтобы могли представить как это выглядит да то есть грубо говоря просто навес по русски только и всего я могу сказать что папа конструкции как построен этот дом я думаю что ему по крайней мере на лет 50-60 когда мы с вами зайдем в дом вы увидите что так называемый как мы по-русски говорим совершенно убитая недвижимость у вас соответственно возник вопрос сергей а почему-то решил нам показать убитый дом для этого есть три причины по которым это дом может оказаться интересным в том числе и вам прошу вас я захожу в дом и как я вам только что говорил на улице посмотрите состояние этой недвижимости вот передо мной лежит хармут то есть паркетные полы штучная планка но судя по его виду вы сами наверно видите что этому дому как мы говорили лет 50-60 и паркету столько же лет надо сказать что раньше дома строились по другому видите какое здоровенное огромное окно но она правда уже поменена это более современное окно итак я обещал вам рассказать несколько причин почему этот дом может быть вам интересен все города и в том числе в канаде строится от центра да то есть если где-то раньше этот город берлинтон мы с вами находимся в городе берлинтон это была какая-то очень маленькая деревушка где строились дома ну естественно где-то в центре этой деревушке потом город начинают разрастаться к чему я это говорю к тому что если вы хотите поселиться самом центре города у вас две опции либо купить вот эту вот развалюшку извините либо вам нужно если вы хотите купить дорогой дом новый то соответственно это надо чтобы кто-то повалил вот эту избушку и построил для вас новый дворец тогда вам думаю несложно будет догадаться сколько дворец будет стоить чтобы вы имели себе представление где мы находимся мы находимся буквально в 100 метрах наверное от озера как я сейчас стою если я показываю рукой мы буквально в 100 метрах от озера антерио то есть если в этом районе вы захотите купить новый дом я вам на вскидку скажу что это потянет на полтора хороших 2 миллиона долларов вы периодически будете слышать такое подписка не это стоит fire alarm в котором села батареек поэтому не обращайте на это внимание и так почему вам было бы интересно купить этот дом первая причина вы хотите поселиться самом что ни на есть центре города рядом с озера это дорого как мы сказали если у вас извините нет два три миллиона долларов ваш выбор купить вот такой вот дом и в нем жить опция номер два вы знаете наши ребята русские славяне русские украинцы все кто приехал из бывшего советского союза как у нас принято говорят мы очень рукастые за исключением мистера гудина то есть у меня две руки на месте но они не то чтобы так как-то сильно здорово функционируют тем не менее у нас есть полно мужиков у которых руки очень даже хорошо приделаны и они могут сделать абсолютно все так вот если покупаете такой старый дом вы можете вот это все вот это вот добро убрать и полностью его переделать сделать как у нас говорят из него конфетку да посмотрите вот на этот на эту кухню ну от нее пахнет так сказать король людовик на туда заезжал на 1 когда-то был когда был молодой еще я так понимаю опция номер три заключается в том что вы можете не только переделать этот дом под себя вы можете переделать его для того чтобы заработать деньги в канаде в соединенных штатах это называется flip то есть когда вы покупаете недвижимость вы если вы правильно посчитали денежки вы сделали очень грамотный ремонт и в результате вы продавка это дом можете заработать на нем 100 200 чертов за может вам повезет и 300 тысяч долларов еще один интересный момент старых домов заключается вот в чем раньше была определенная идеология того как рассуждал дизайнер до архитектор вот он так для себя это видел на сегодняшний день как вы знаете более популярны в канаде это так называемый open concept поэтому я вам скажу что сделает человек который захочет переделать эту недвижимость ее продать он скорее всего вообще уберет эту перегородку потому что все эти перегородки они несущие слышите она пустая то есть там ничего нет то есть либо человек уберет совсем и тогда у него получится большое пространство помните вот здесь вот за дверью у нас здоровенный здоровенный зал либо что иногда делают люди они делают вот такой декоративный бортик они обрезают его примерно вот поэтому половину у вас получается вроде как бы перегородки нет но формально она существует давайте вернемся в начало дома и начнем теперь уже рассматривать саму его конструкцию как он сделан значит вот отсюда мы с вами зашли в дом как обычно нормальным канадским домом обязательно входе есть раздевалка вот вот это вот та самая перегородочка о котором говоришь она декоративная никакой перегородки нет но в то же время она немножко отделяет пространство там где сейчас наташа вас стоит снимает это ливен и фэмли рун то есть гостиная комната где вы принимаете гостей или если допустим вот вы здесь вот скажем бангало не очень большой поэтому я так полагаю что вот там где она стоит сейчас там диванчик стоит какой-то может быть кресло здесь скорее всего у вас будет где-то обеденный стол где вы сажаете своих гостей отсюда двигаемся дальше кухне я вам только что показал отсюда мы попадаем в коридорчик и здесь типичная для бангало планировка в три спальни вот она раз спальня вот вторая спальня если вы сейчас смотрите на эту спальню и говорите сережа у меня есть глаза я никакой второй и третьей спальне не вижу то вот если наташа вам покажет низ то видите вот здесь вот серая полоса видите это означает что здесь раньше была перегородку которая не убрали для того чтобы сделать ее больше именно по этой причине вы видите здесь аж две двери иначе бы каким образом они бы здесь взялись бы правильно возможно в этом доме жила уже старая какая-то пожилая пара и мне нужно было три спальни что они решили они между собой так сказать перетерли этот вопрос и сказать слушай давай сделаем одну хорошую спальню вместо того что у нас будет три маленькие которые нам не нужны в этом доме раньше была такая мода знаете такой баварский немецкий стиль вот такие вот бревна коричневые и так далее сейчас это уже абсолютно не модно но в свое время эта мода была и так вот я вам показал одну спальню вот она вторую спальню сейчас она целик увы естественно здесь есть раздевалочка для одежды здесь у нас ванная посоль поскольку этому дома на как мы с вами говорили 50-60 лет раньше не было такой роскошь чтобы в доме было по две по три ванны она в этом доме извините одна единственной больше нет и соответственно видите очень супер модный так сказать 60 лет тому назад голубой цвет раковины на соответственно не то с которым никого в голову сейчас не придет делать и такого же цвета ванна но тогда на это было супер пупер и дупер тем не менее все это как видите вот это по-хорошему все конечно надо выламывать выбрасывать к чертой матери все это переделать и наконец третья спальня который выходит на фронт вот это у нас фронтальная часть дома обычная спальня в бангало как правило в старенький размер спальня обычно был невелик совсем не велик ну и соответственно здесь есть определенный шкафчик теперь мы с вами идем в бейсмент бейсмент как вы знаете в канаде это не подвал это жилая часть дома но под землей еще раз бангало это одноэтажное строение которое имеет нижний этаж вот это по-хорошему конечно все будет убираться ломаться как вы видите планицам тоже наверно 70 лет в обед они оригинальны вот стоит холодильник а мы с вами идем в нижний этаж вот мы только что зашли с кухни здесь это типичная планировка для старых бангало для одноэтажных домов отдельный выход на задний двор он кстати довольно большой может быть мы потом пройдем посмотрим сейчас я вам просто показываю как устроен дом и отсюда если вы захотели допустим выйти побыть на заднем дворике с этой же двери мы спускаемся вниз в бейсмент в подвал иногда людям достаточно было пространство на первом этаже поэтому нижний этаж часть людей кто-то отделает кто-то не отделывает поэтому видите здесь у человека находится стиральная машина тут это моечка для стирки вот это вот hot water танк нагрев воды а здесь у него что-то типа мастерской где он видимо работает а вот эту вторую половину дома человек решил преобразить искать больше для каких-то своих дел здесь иногда делают какой-то допустим там зал для того чтобы посмотреть телевизор вот соседняя комната знаете раньше было модно и сейчас уже тоже модно но уже не так модно как это было раньше делается помещение где что-то наподобие бара я так понимаю это видимо был какой-то бар и вот здесь вот можно посидеть с бокальчиком вина возле камина очень даже приятно провести время тот самый знаменитый видите вот баварский стиль такой немецкий как я сказал что сейчас моды на это уже нет и вот с тех времен видите остался такой очень замечательный старинный телефон помните прежде чем попасть в нижний этаж мы говорили о том что есть из кухни выход на задний двор он кстати говоря в этом доме довольно приличного размера мерить шагами я не буду сейчас у нас холодно и скользко но тем не менее по сравнению с современными домами я бы сказал бы что этот бэкьярд наверное будет раза в четыре в пять больше чем у современного какого-то двух трехлетнего танхауза поэтому если вы хотите находиться в центре города если вы хотите находиться недалеко от озера если вы хотите иметь хороший земельный участок если вы хотите сделать как у нас говорят дом под себя когда я захотел так как захотел так и сделал в новом доме вы обычно приходите и смотрите понравилось понравилось не понравилось ссоре не понравилось переделать вы его не будет здесь у вас есть возможность сделать так как вы захотите мне осталось рассказать вам параметры дома я забыл свои очки поэтому у меня очки моей жены в руках поэтому я выгляжу очень секси в таких розовых очках не обращайте внимание итак мы с вами находимся в городе бёрлинтон как я сказал буквально рядом с озера антерио этот дом стоит 689 900 ну грубо говоря 690 тысяч в нем одна единственная ванна как мы с вами говорили в нем три спальни кстати говоря вы знаете интересный момент если вы допустим живете вдвоем со своей супругой что иногда люди делают в доме в котором нет третьей ванны иногда ее сделать просто негде вот негде и все что люди делают они жертвуют одной спальне то есть мы в принципе одну спальню для либо она у вас получится какой-то шикарного размера ванны либо что иногда люди делают если ванна если спальня приличного размера они ее делят часть отводят под ванну часть делает из нее гардеробным итак в эфире наша знаменитая рубрика человек с улицы наташа специально делаешь каких-то трудно узнать но если ты спросишь меня хотела бы я такой дом иметь наверно вы не хотела потому что но действительно в доме уж очень много работы конечно у кого есть деньги сверх той суммы которую спрашивают и кстати говоря ото цена которая вот в листинге кто не знает конечно можно значит торговаться и можно цену понизить на может быть на 20 на 15 на 20 тысяч да вот но конечно работа в доме очень много и в том состоянии в котором дом сейчас находится в нем ну как бы жить для нормально не очень возможно вот я конечно сторонница более новой недвижимости хотя локейшен 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 и здесь локейшен замечательно совершенно старые дома старые деревья все это центры город все очень старые ну как наташа только что сказала дом настолько старый и они понимают что в общем-то топить его даже большого смысла нет поэтому вы видите мы стоим одеты потому что доме просто холодно вряд ли кто-то захочет жить с такими вот например с такой кухни то есть понятно что этот дом конечно будет под переделку вы знаете один из людей мне пристал человек вопрос о том что сергей у в россии пытаются сейчас вводить систему когда риэлтор продает дома и назначается какая-то фиксированная величина комиссии то есть грубо говоря не важно стоит квартира там 20 тысяч долларов или 200 или 300 тысяч комиссии будет составлять допустим тысячи долларов и человек интересовался если подобная практика в канаде знаете такая практика у нас пытались ее вводить в канаде лет пять-шесть тому назад но она не привилась и я вам скажу почему для меня ответ очень простой потому что в канаде недвижимость может стоить 300 400 тысяч долларов она может стоить полтора два и пять миллионов долларов как вы догадываетесь ли того чтобы продать недвижимость за 5 миллионов долларов у вас это займет скорее всего гораздо больше времени потому что круг людей которые в состоянии купить такую недвижимость как правило очень невелик то есть вы можете простоять на маркете допустим на рынке и полгода и год и полтора прежде чем вы сумеете кого-то найти желающего купить в то время как я например квартиру за 300 тысяч долларов могу продать буквально за несколько дней понимаете поэтому если я продаю дом скажем полгода год то я не могу работать за те же самые там как вы говорите там две-три тысячи долларов или там пять тысяч долларов как если бы я получил эту комиссию при продаже квартиры то есть у нас насколько я понимаю это не привелось и еще раз повторюсь на этот счет люди говорят вот вы знаете за 200 300 тысяч долларов у нас можно купить там шикарный дворец если поехать куда-нибудь в голодную африку за эти деньги можно купить две или три а может быть четыре деревни если вам повезет вопрос захотите ли вы туда ехать думаю что наверное нет а для тех кто интересуется этой недвижимостью я еще раз лишь повторю в конце она стоит 699 тысяч долларов увидимся в следующем видео пока